О, Испания. Райский уголок Европы, которая была разрушена после Первой мировой. Давайте устроим гражданскую войну. В начале 20 века Испания была отсталой страной, поэтому через 30 лет терпения короля скинули с трона. Ко власти пришли носители свободы и равенства, левые либералы, и что-то у них не получалось управлять страной. 13 июля 1936 года левые убили проффашистского депутата в качестве мести. Немного ранее испанские генералы подготовили план по восстанию, который должен был состояться 17 июля. Мятеж начался днем раньше в испанском Марокко, и за два дня эта территория поддалась националистам. 18 июля протесты перешли в саму Испанию. В городе Севилья неделями шли бои между бунтовщиками и республиканцами. Битву усмирили, но Севилья ушла националистам. Также еще два города, Овьедо и Сарагоса, подчинились правым силам, но вскоре были окружены. К 19 июля 80% испанских военных участвовали в восстании. Касаревский рога ушел в отставку. Новый премьер-министр попытался пойти на компромисс с правыми партиями, но встретил негодование и... ушел в отставку. Третий за день глава правительства объявил о бесплатной выдаче оружия сторонникам республики. Только мне вот интересно. Получается, националист мог сказать, что он либерал и получить оружие, а потом им же убивать самих либералов. Но об этом история что-то умалчивает. Тем не менее, это помогло удержать республиканцам 70% территории страны. Но все-таки мятежники пользовались поддержкой на консервативном северо-западе страны. На остальных землях терпели неудачи. В столице повстанцев сгубила нерешительность генерала Хоакина Фанхуля, который, объявив об участии в мятеже, двое суток не предпринимал никаких активных действий. Хотя сразу после начала путча в Мадриде закипели уличные бои правых и левых. В итоге последние одержали победу. Совсем иная ситуация была в Барселоне. Этот город считался оплотом сил Народного фронта, каталонских националистов, анархистов и коммунистов. На большей территории Испании мятеж потерпел неудачу. Республиканцы удержали большую часть страны, ее самые развитые регионы. Скорое поражение националистов казалось большинству неизбежным. В ответ на мятежи сторонники левых сил совершали массовые убийства лиц, связанных с правыми группировками. Начало войны Несмотря на успех под давлением мятежа, социалисты потеряли сухопутные войска, а борьбу вела только народная милиция. Отдельно держалась страна Басков, где во власти были правые, но поскольку Мадрид дал ей автономию, не поддалась националистам. Страны Европы смотрели на Испанию настороженно из-за союзничества с СССР. Но в Лиге наций был разработан комитет по невмешательству в испанские дела. Однако только Португалия оказывала влияние на Испанию, а точнее, она поддерживала восставших. Гитлер и Муссолини согласились поддержать националистов. В первую очередь, чтобы протестировать свое оружие, а во-вторых, создать немецкий сателлит. Вскоре появился генерал Франко с африканской армией националистов. Они без сопротивления прошли 300 километров, соединившись с северной армией. Президент Асанья назначил Ларго Кабальеру премьер-министром, и он создал народную армию, куда могли входить войска разных наций. В России, СССР, начал снабжать республику военными припасами. Тем временем, правые силы дальше шли на Мадрид. 28 сентября был избран лидер националистического движения Франциско Франко. Франкисты разделились на слабую армию на юге и сильную на севере, цель которой была взятие Мадрида. Оборона Мадрида План националистов по захвату Мадрида был довольно простым, поскольку они не ожидали серьезное сопротивление плохо организованных частей народной армии, ведь столицу защищало примерно 20 тысяч республиканских солдат. 23 октября были взяты города Сенсения, Эскивас и Боракс на подходе у Мадрида. СССР начал крупную военную помощь республике, контрнаступая на Сенсенью. Это заставило Италию и Германию значительно увеличить поддержку националистам. Было приведено 6 тысяч немецких летчиков, поэтому к 4 ноября республиканцы провалили контрнаступление. Президент Ассанья покинул Мадрид и 7 ноября начались самые масштабные бои за столицу. Советские летчики быстро начали стягиваться в Мадрид и им удалось приостановить атаки. Для Франко неудача компенсировалась дипломатией. Его признали как законного лидера, латинские страны, Португалия и страны Асси. После успешной обороны Мадрида, республиканцы не сумели организовать контрнаступление на Центральном фронте. Народная армия была организована несравненно хуже националистических войск. В начале 1937-го республиканская промышленность обеспечивала лишь одну пятнадцатую часть потребностей народной армии. Снабжение лишь шло из СССР и Мексики. Националисты же достаточно быстро оправились от поражения под Мадридом. Италия стянула своих добровольцев. Лига наций осудила иностранное вмешательство, но при этом не назвав страны, уличенных в этом. Тогда же Британия и Франция предложили Испании прекратить войну переговорами с правыми. Но левые отказались. Они же начали новое наступление к городку Брунете – опорный пункт франкистов. Воспользовавшись ошибками коммунистов, националисты ударили с юга и вызвалось второе сражение за Мадрид. Шедше 10 дней. Обе стороны примерно потеряли по 15 тысяч бойцов за всё это время. Республиканцы снова попытались осуществить ответные атаки. Националисты, узнав об этом, решили начать удар с юго-востока от столицы. В республике вновь началась паника. Многие заявляли, что теперь Мадрид уже не удержать. 11 февраля у реки Харамы шли жесточайшие бои. В итоге силы правых иссякли. Спустя две недели битва прекратилась. Франкистов не удалось вытеснить назад за реку. Очень скоро сказали слабые, боевые и моральные качества итальянских солдат. Среди них начались самоубийства и дезертирства. Испанские националисты на неудачу своих самоуверенных союзников отреагировали спокойно. Таким образом, по итогам битв, линия фронта окончательно стабилизировалась. Обе стороны уже потеряли надежду на быструю победу. Поэтому настало время для решительных и мощных ударов. Северная кампания войны закончилась без заговорочной победы националистов. Они сумели захватить экономически важный север Испании. И теперь контролировали уже более половины населения и территории Испании. Победа далась им дорогой ценой. Было потеряно 100 тысяч человек. Из них 10 тысяч убитыми. Республика, в свою очередь, потеряла 260 тысяч человек. Из них более 30 тысяч убитыми и около 100 тысяч пленными. К концу 1937 года стало очевидным преимущество националистов в войне. Франко располагал хорошо обученными и организованными 350-ти тысячными вооруженными силами. В армии националистической Испании под страхом смертной казни были запрещены любые забастовки и несанкционированные митинги. Но вместе с тем, цены и зарплаты были заморожены, чтобы не допустить инфляцию, которая прогрессировала в республике. Свободный рынок был ограничен государством. Заметны были и дипломатические успехи франкистов. Более 20 государств, Венгрия, Польша и к концу 1937 года, признали их законной властью. Франко чувствовал себя настолько уверенно, что даже позволил себе не соглашаться с Германией. Гитлер хотел оттяпать часть испанской промышленности, но не удалось, и он прекратил поставки оружия правым. Но тем временем и положение республиканцев становилось всё хуже. К 13 марта 1938 года националисты уничтожили силы врага в Арагоне. В пятинедельном весеннем сражении франкисты одержали крупную победу, ставшую переломной во всей войне. Они окончательно овладели Арагоном, заняли часть Каталонии, выйдя на подступы к Барселонии и Валенсии, разрезав республиканскую территорию на две части. 113-дневное сражение на Эбро стоило республиканцам от 50 до 70 тысяч раненых, убитых, пленных и пропавших без вести. Националисты же потеряли от 33 до 45 тысяч человек. Обе стороны считали себя победителями. Ведь действительно, республиканцы смогли отстоять Валенсию, а националисты отразить наиболее подготовленное и организованное контрнаступление противника за всю войну. В конце 1938 года Франко решает провести решающую операцию всей войны – взять Каталонию. После огромного расхода техники и боеприпасов он нуждался в новых немецких поставках, поэтому всё-таки утвердил план Монтана, по которому германские компании получали до 75% капитала горнодобывающей промышленности в Испании. Наступление Северной армии на Каталонию началось 23 декабря 1938 года. Почти не встречая сопротивления, войска франкистов продвигались на северо-восток. Попытки республиканцев спасти Каталонию на Южном фронте и Центральном фронте также закончились неудачами. Успех наступления войск франков Каталонии формально не означал конца войны. Республика всё ещё контролировала примерно четверть Испании с более чем третью её населения. Однако фактически исход войны был ясен, и Вторая Испанская Республика капитулировала 1 апреля 1939 года. Установилась диктатура франка, просуществовавшая до 1975 года. Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших. По приблизительным подсчётам погибло 320 тысяч сторонников республики и 130 тысяч националистов. Каждый пятый стал жертвой политических репрессий. По окончанию войны страну покинули более 600 тысяч испанцев. Среди них было немало интеллектуалов, таких как Пабло Пикассо и Ортега и Гассет. Часть эмигрантов вернулась на родину уже при Франко. В 1969 году в Испании был опубликован закон, снявший уголовную ответственность за преступления, совершенные до 1939-го. После его появления только из СССР с начала 70-х за полгода в Испанию выехали 60 семей. Ну а на этом всё. Пожалуйста, поставьте лайк. Просто я очень старался над этим видео. И пожалуйста, подпишитесь на канал. Я буду безумно благодарен, если вы это сделаете. Ну а я пока пойду. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok